В отличие от Киевской улицы, улица Пятницкая в Туле была купеческой, в отличие от Киевской дворянской. И жили на этой улице, на Пятницкой, в основном купцы. Они имели здесь собственные дома, лавки при этих же домах и часто небольшие производства. Правая сторона улицы, Чётная, которая была ближе к набережной, была наиболее парадной. Она была открыта городу и, естественно, была более богатой и украшенной. Самым интересным и привлекающим внимание фасадом на этой улице был дом номер 10. Он принадлежал тульскому купцу Ивану Михайловичу Белолипецкому. Иван Михайлович занимался торговлей разнообразными товарами. И в конце XIX века, в 1891 году, он объединил своё дело вместе со своим родным братом Александром Михайловичем Белолипецким. Они занимались торговлей москотельными, масляными и хлебными товарами. Что такое москотельные товары? Сейчас это слово мы уже почти забыли, но, по сути говоря, это та же самая бытовая химия. Краски, лаки, всевозможные средства для ремонта и так далее. Братья Белолипецкие в Туле, организовавшие свою фирму с таким же названием, никогда не торговали пряниками. И вот их всё время ошибочно путают с другими белолипецкими. С их двоюродным братом, который тоже жил на улице Пятницкой, но в другом её конце. И там находилась пряничная фабрика небольшая, которая выпускала знаменитые пряники белолипецких. У нас же производство и торговля была более прозаичная. Здесь располагалась контора этой фирмы, жилые помещения на втором этаже, магазин. Внутри территории усадьбы был склад, мельница, причём мельница паровая. И работала она до самой революции 1917 года, потом была, правда, национализирована. Наследником этой фирмы, братья Белолипецкие в Туле, стал племянник Ивана Михайловича Белолипецкого, Александр Александрович Белолипецкий. Он унаследовал и дело, и недвижимость обоих братьев и продолжил их успешно. И кроме непосредственно торговли он занимался активной общественной деятельностью. Он был гласным Тульской городской думы, попечителем тульских училищ и приютов и заслужил статус почётного потомственного гражданина. С декабря 1911 года до начала Первой мировой войны в этом здании на втором этаже находился лазарет для раненых воинов. И сохранились старые фотографии, на которых видно, что здесь большая вывеска на балконе указывает на то, что здесь находится лазарет. После революции, поскольку наследников не осталось, паровая мельница быстро вышла, сломалась, из употребления вышла. И долгое время в этом здании находились совершенно разные учреждения. Здесь были жилые помещения. И вот, наконец, когда было предложено создать здесь музейный квартал, в 2020 году в рамках празднования 500-летия Тульского Кремля в этом здании был открыт филиал Государственного исторического музея. Продолжение следует...